так вот уже уже раскатка вот он вот он стоит около ворот ждет шайбу наш красном цвитере хочет так игра идет поперек я так понял у них покажется пойду подойду поближе тогда прям ворот принял пас да что ж ты так ему пока не доверяют дает шайбу будешь садить 1 хорошо взял шайбу почти не видно а вот принимает принимает так его уже прессингует уже пока довольно вяло пока дорого после вчерашнего еще явно не проснулся так тут быстрее ворота молодым отгоняет а старые будут играть с помощью этих двух сумок и нет да да ну ладно пусть молодым ворота а старые могут и так поиграть так справа заходят на техника приема шайбу еще предстоит михаил владимировичу поработать пока что его усилия этим помогает команде так раскатываются ну чё уже пошел уже наконец-то к надо ускориться ускориться идти вперед конечно же готов на приеме на приеме готов машет клюшкой вот это вот он даже не зарабатывает даже заработка не хочет кататься принял принял хоть одну шайбу отбил уже в команде полегче уже полегче команде пошел вперед вперед пошел наш любимый мартвин ушел вперед что-то я за ним не поспеваю ну как игра вот так ничего ну вот так я ребят маленько подложу где я не вижу ну где тут она вот она а 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 Ну а там разоберутся, ааа, ушел вперед, далеко пошел, так, пошел на ворота, на ворота пошел здесь, удачи не добился, пошел. Вторая шайба. Управляет свой, свою амуницию, шлем поправляет, ох и долго же будут соображать. Где что, где что так, шайба ушла. Лезть, еще эти подстинки, ааа, не, что будут другие надевать. Аааа! Ааа! 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 Аааа! или не попустил на воротах стоит ворот это же они тритьяк юб как он говорит третий акций так я пью только мучьяк отодвил но это был так себе удар отодвинул час доктора доктора и мы возможно сменим дислокацию ждут тут тракторист трактористы заливка так ну все пока встали пока я запишу включу второй тайм разборки в команде проигрывают 2 или 3 0 мишаня слева туда ходит а принимает принимает и дальше собран дали мутык после вот мешание идет нет шайбу опять ему не достается опять не достается шайба а а так 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 сковорота сдвинутые принял спины вот я заметил что он не разворачивается болится за шайбу нахуй стоит наоборот ждет ждет а че случилось че не игра нет пошел, пошли играть пошли пас наш мишка стоять ждет меда меда стоит сейчас и рыбки но только вот ему че оп, штанга ну-ка ну ты хоть за шайбу поборись то, а упал кто то тоже в красной куртке, но не наш мишка мишанин в недоумении как так могло произойти что его команда продувает 2-0 он меня попросил вложить эту ответственность на а тут еще и трактор подъезжает хи-хи-хи ну вот ну вот самое то он ну что ж Трактор-то ему Да, что ж Такое Игра Остановилась Впереди третий период Во втором, короче, два Ну, как по-прежнему, еще два, что ли, три-ноль осталось Короче, в общем Команда, за которую отец играет Так до сих пор и не забила Ничего Пошел в третий период Ну, у меня У них-то, конечно, еще берут, продолжают У меня третий пошел Молодняк играет лучше, но оно и понятно Ну, попресенгуй, попресенгуй Ну, надо, что сказать Только, может, и оббивать, что Хотя, вот сейчас пошел, конечно За трактором пошел Ну, и что он там забивает Я не вижу ничего Нет-то, отлетела шайба назад Шайба И вот он идет ее забирать Идет забирать А лучше бы ему в трактор Что-то от него лучше получается А ты давай кого-нибудь попресенгуй давай Ну, давай, попресенгуй Ап! А трактор возвращается Вообще, Михаил Владимирович Самое слабое место своей команды Оно и понятно Сейчас он играет не на привычной позиции А вынужден отойти к воротам Чтоб встретить соляру Из этого трактора Явно тырит соляру Толк парактора А иначе как объяснить Что он такой пассивный Субтитры сделал DimaTorzok У меня штаны слетели от его катания Оно иначе Оно иначе Субтитры сделал DimaTorzok А его, кстати говоря Надо на то, что еще Один человек здесь в красной куртке катается Его можно отлетить Нашего отца по хоккейным красным полосам На герцах, скажем, по футбольному, хоккейному я... А, на щитках, конечно, да. Сейчас забыл, как хоккей-то называется, ладно. Не суть, не суть в общем. Оп, отбил. Вот так вот надо быть сразу на чеку. Вроде бы стоял, как в копанной на воротах. И помчался вперед. И помчался. А тем временем, трактора считывает, сколько осталось. Вот, от трактора. От трактора. Ох. Принимает шайбу. Михаил Владимирович. Но в кадр это не вошло. Вот ты, блядь, уже. Устал. Ноги мёрзнут. Надо было явно просчёт оператора. Надо было другие сапоги надевать. Только в других я не мёрзну. Ещё виноват, конечно, Светлана Анатольевна. Она дала нам обоим слишком летние носки. Поэтому, поэтому Михаил Владимирович вынужден сейчас сыграть в качестве помощника в воротаре. Когда сам вратарь ушёл за его. Знаете, Михаил Владимирович просил клинского свежего, нефильтрованного. Но только где ж его сейчас взять в 2020 году. А пропустил между ног. Позорище! Позорище, позорище. Правда, тут надо ответить, что он не оборудован в специальную латерском мунице. Но, конечно, вот его уже заменили на другого. Да, а я думаю, он на бортиках будет. Ой, упал! Упал! Упал, упал! Да, такого не то, что в КХЛ. Такого даже не берут в третьем. В качестве того человека, который идёт за Клинским. Я что-то это вспомнил, Клинский. Его давно уже не производят. Но реклама запоминающаяся. Ну, чё? Казал, зовите, где идти? Нам, давайте, потом. Только. Упал, упал, упал. Ну, бывает, да. Ну, отойти не отряхиваются. А чё, говорят, что меня приучают отряхиваться. Вот так. Едем к столу вернуться. Ну, вот, люди борются, я ничего плохого не могу сказать. А мой отец, нахрен, ничего не делает для победы. Ничего. Конечно, каждый дурак может критиковать. Но вы сами видите, на своих экранах. Ну, принял шайбу, наконец. Принял, но... Атака захлебнулась. И вновь он упал. И вновь упал. Он там в красной курсе, в самой дальней. И вновь упал. Два раза уже упал. Два раза упал. Это знак явного непрофессионализма. Светлана Анатольевна, его личный тренер, мало тренировала. Ну, чё, Михаил Владимирович, почему вы падаете? Не слышит в игре. Не помню. Вот это пошла игра. Пошла. Шайба за воротами. Я думаю, уже я достаточно наснимал. Мне всё понятно. Вот его и телевизор взгляд. Он вообще к другим смотрит. Стоит, стоит, как вкопанный стоит. И ждёт. И ждёт. И так и не дождётся. Ругается матом. Эй, слышь, 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 я всё уже сейчас уйду. Давай, по машине, заслышь. Да, да, хорошо. Сюда мышь, что ли? Да. Ну, сейчас, подожди, скоро сейчас. Ты пока это... Ну, кого-нибудь толкни, я не знаю. А, ну, он и всё, 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 проиграл, короче, всё. Чё я не слышу. Чё я не слышу? Да, конечно, ничья, я считал, три шайбы-то пропустили вы, а? Вот такой вот репортаж. Такой вот на площади Куйбышева. А люди шокированные. Все не знают, как будет. Значит, команда советского района проиграла команде... Чё это у нас получается? Самарского и Ленинского, да? Района с Трецком, просто с Трецком. Они провалились. Всё из-за Михаила Владимировича и Светланы Анатольевны. Почему из-за Светланы Анатольевны, я уже говорил, потому что надо было другие... Блин, мне ботинки покупать не холодно. Холодно в них. Я в других хранил, мне вообще классно было. А вот... Его... Хюндай. Хюндай. Вот, видите? Видите, знак? Подкаблучник. Вот поэтому и проигрывает. Да. На этом репортаж окончил. С вами был. Прославленный в прошлом комментатор. Трецкая шея. Пока. Счастливо, удачного хоккея всем любителям зимних видов спорта. Приятного аппетита. Продолжение следует...